Давно мы с вами не виделись. Это Максим Шевченко, кто меня не узнал. С первым днём зимы вас и с, так сказать, началом реального политического фантасмагорического года, который у нас всегда зимой для власти является таким ключевым этапом, поскольку, с одной стороны, завершаются бюджеты предыдущего года и подбиваются все там бабки, значит, кто чего утянул, кто чего кого обхитрил, кто, значит, там, что распилил, кто обещал там сказать АБВГД, а сказал только А, но должен сделать вид, что БВГД он не сказал потому, что, мол, надо было не сказать, такой, мол, политический момент и так далее, и так далее, и так далее. Мне тут пишут, Максим Ильич, нельзя так надолго пропадать, ну, друзья, нельзя, не нельзя, у каждого человека может быть свой отпуск. Поверьте, я всегда с вами следил и телеграм-каналы своевел, а ютубы, ну, не всегда, честно вот скажу, я не буду лукавить, я не пытаюсь зарабатывать на вас и не пытаюсь вас, как говорится, разводить разговорами. Не всегда просто хватает психических сил и энергетики даже для этого. Надо её где-то подбодрить, и энергетика, она набирается в молчании, в чтении. Я вот пока не был здесь в эфире, прочитал там два романа Пелевина, прочитал, значит, «Улитка на склоне Фуджи» и «Постгуманизм», прочитал, значит, ещё там две книги по истории, одну книгу по философии Александра Секацкого, прекрасную питерского философа, несколько поэтических сборников, много думал, молчал, рассуждал, занимался семейными делами, и поэтому у меня накопилось много чего. Поэтому спасибо всем, кто меня ждал, мы обсудим всё. Мы обсудим Моргенштерна, мы обсудим политический спектакль, который нам с вами создаёт режим и создают хозяева современного мира. Мы, безусловно, обсудим QR-коды и вот всё, что связано с вакцинами. Мне говорят, ага, Шевченко боится, говорят мне, обсуждать это. Понятно. Шевченко-то занесли, забашляли Максиму Леонардовичу, чтобы он ни звуком не обсуждал. Нет, не поэтому. Я, естественно, буду обсуждать все темы, которые вы будете присылать сюда в чат. Друзья, пишите, пожалуйста, ну или не друзья, враги, кто угодно, те, кто меня смотрит. Пишите в этот чат. Напоминаю, что правила чата таковы. Мы будем банить и удалять всех тех, кто будет оскорблять какой-либо народ, какую-либо религию или лично человека оскорблять за его какие-то качества. Не знаю, там, рыжие или за национальность, или за религию, или там, брюнеты и так далее. Естественно, можно критиковать жёстко меня, власть, оппозицию. Кого хотите, того и критикуйте. Тут абсолютно свободное пространство. Я, честно говоря, соскучился. Мне есть, что с вами обсудить. Начнём с Моргенштерна. Мне сегодня звонят журналисты из Ридуса, кажется, спрашивают. Вот, как вы относитесь к Моргенштерну? А я отношусь к Моргенштерну следующим образом. Он мне вообще не нравится. Мне не нравится его творчество. Оно, мне кажется, глубоко вторичным и неинтересным. Мне кажется, что он выдуманная фигура в рэперском. Я не знаю, кто он, какой у него стиль. Потому что я помню, Мэрилин Мэнсон в своё время тоже раскрашенный ходил и пел песни. И, в общем, Моргенштерн глубоко вторичен. Вот сегодня с утра я прочитал бесконечную вечной депутатше Елены Доропека, помните, которая тонула когда-то в болоте, будучи молодой, в фильме «Азорь здесь тихий», когда она была милой и симпатичной девушкой, и она тонула в болоте, пытаясь, значит, помочь там своим вымышленным киноподругам, которые там сражались с немецкими десантниками где-то в Вологодских лесах. Но с тех пор она прошла очень большой путь, и некоторые депутаты живут в Думе уже там что-то вроде таких домовых духов. Они там присутствуют. Уже там по шесть, по семь созывов. Два фракции КПРФ такие есть. Вот Елен Доропека такой. Ну, хороший человек, естественно. И никаких вопросов к ней нету, как к человеку, и что это там, подумаешь, всё нормально. И, значит, что-то там какое-то от Гугла было сообщение, что-то, всё нормально, можно продолжать, да? Ага. Сейчас, секундочку, подождите. Да, всё. Значит, и... Значит... Есть, значит, там, ну, Зюганов, понятно, Кашин, там, Мельников. Есть в Единой России такие же тоже вечные духи. Ну, вот Доропека, там, Мизулина, она уже, значит, там сидит. Сейчас там её дочка там прописалась тоже. Вот они у нас отвечают за мораль. Доропека, я сегодня прочитал такой её комментарий. Мол, она против Моргенштерна, потому что он пропагандирует наркотики, его за этим надо бороться. А вот Баста и Оксимирон, с её точки зрения, это вообще-то вот они не пропагандируют. Вот такую музыку надо слушать. Тут я с чем соглашусь, что Басту, конечно, слушать одно удовольствие. Нагана – это мои любимые циклы песен и текстов, и музыка. И, в общем, я вот сегодня там ехал в машине, слушал Нагана, ну, там, час примерно, и абсолютно кайфовал, так вот могу сказать. Особенно такая у него есть песня про армию. Красный, белый, синий. Да я в любом состоянии готов служить России. И сказать, что творчество Басты и Нагана, которые есть Басты, не касается наркотиков, ну, это, конечно, такой очень широкий взгляд, на мой взгляд, на проблему, поскольку там есть 228, 228, скоро осень, папиросим, папиросим, папиросим. Ну, и так далее. У Оксимирона, конечно, всё по замороченней, у Оксимирона всё идёт от головы, но меня другое волнует. Волнует не творчество, а, безусловно, гениального Басты, безусловно, гениального Оксимирона, на мой взгляд, талантливого и нераскрывшегося Моргенштерна, который, в отличие от песен, значит, Басты и Оксимирона, мне омерзительны его тексты просто, там, например, делай бабки, делай бабки. Потому что, если нога на это такой стёб на эту тему, в виде гангста-рэпа, то Моргенштерна-то реально пропагандировал. Но зачем это нам вот всё это преподносится? Понятно, что власть чего-то боится. Чего боится власть? Власть, друзья, боится вас, чтобы вы не сомневались. Власть не боится никаких американских линкоров или, там, авианосцев, которые заходят периодически в Чёрное море пощекотать, там, нервы, я не знаю уж кому, потому что они никому там не угрожают. Власть не боится, конечно, никакой войны с Украиной. Власть вообще ничего не боится, она боится собственного народа. И поэтому, чтобы собственный народ, то есть вы, дорогие друзья, не думали о том, что происходит со страной, зачем вы живёте в этой стране, и почему в стране происходит всё не так, как вы хотите, а так, как вас заставляют, кто-то, кто на вас зарабатывает деньги, вам постоянно подбрасывают всякую хрень. То Рашкин, который перепутал, стрелял в кабана, попал в лося, потом вот вся эта клоунада с Рашкиным шла примерно месяц. Месяц клоунада с Рашкиным. У меня по поводу Рашкина только один вопрос. Валерий Фёдорович это бесплатно всё делал, или всё-таки ему бабла принесли из администрации президента за то, что он вот изображал из себя идиота, врал там, изворачивался, говорил всякие глупости, и, как говорится, целый месяц мы не обсуждали фальсификацию выборов, целый месяц мы не обсуждали введение ограничений гражданских прав в связи с QR-кодами, потому что ведь московские эти правители, политтехнологи смотрят в Европу, видят, как на площадях Рима собираются статысячные толпы, которые требуют объяснения от своих властей, и власти там трепеща выходят и объясняют на трибунах, почему гражданские права европейцев ограничиваются из-за какого-то грёбанного вируса, почему врачи государства не выполняют свой долг, не создаёт новые профессии врачей, не даёт тысячи врачей, а ограничивает гражданские права итальянцев, французов, немцев там, и так далее, и так далее, и так далее. Дело даже не в вакцине, как кажется, не с вакциной там проблема. Европейцы дисциплинированно вакцинируются, тем более, что мы об этом чуть позже поговорим, есть принципиальное отличие европейских вакцин и того, что вам тут предлагают в нашем, как говорится, великом евразийском королевстве, кривых зеркал. Но, вот они боятся, чтобы вы об этом не думали, и поэтому, значит, подбросили вам Рашкина, кабана и лося. Теперь Рашкин кончился. Всё, доведено до некого логического предела, и теперь, значит, у нас начинается Моргенштерн, он страшный пропагандист наркотиков. У меня тоже такой же вопрос, сколько Моргенштерну занесли за то, чтобы он участвовал в этом во всём, или на него, типа, просто так бесплатно организуют гонения, бегает там Бастрыкин. Бастрыкину больше нечем заниматься. Никто швабру взад не засовывает в овсине, никого не пытают, понимаете. Нечего, как говорится, мы не же, не в нашей стране ведь не существует установленного сверху системы издевательств, пыток и унижений людей. Но это же мы не то видели, это же мы видели Голливуд, правда? То, что Сергей Савельев во Францию передал, то, что Владимир Осечкин опубликовал, то, что было в Саратове, то, что мы выясняем, есть в Хакасии, есть в Иркутске, есть во Владимирской области, есть по всей стране. Нет, не это, а Моргенштерн. Страшный преступник Моргенштерн. Или четыре каких-то малолетних азербайджанца, брата, которые там двух каких-то урок, находящихся под оперативным надзором, с ними подсапались. Вот это самое важное, понимаете? Значит, давайте вспомним, Рашкина подкинули, потом подкинули новые Ватутинки, и все главные пиарщики страны, конкурирующие между собой, Симоньян и Соловьев, гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав, раскручивали с обеих сторон это все, понимаете? Межнациональные вопросы, все, что угодно, любая фигня, любая лапша вам на уши, друзья, лишь бы вы не задавались вопросом о том, а где мы живем, а кто мы такие, а какие у нас гражданские права, а какой у нас статус вообще. Под этот шум с Моргенштерном, под этот шум с Рашкинским кабаном, под этот шум с этими новыми Ватутинками, будь они неладны, понимаете, еще и мемориал запрещают, еще и запрещают, значит, дополнительные репрессии политические начинаются, и сводят счеты со всеми теми, с кем не успели свести. Во-во, тут видите, про Грудинина пошло. Максим, что известно о зарубежном предприятии Грудинина? Почему ничего об этом не пишут? Я не знаю, почему не пишут. Вы почему не пишете? Знаете, у Грудинина столько друзей в кавычках, что если бы у Павла Николаевича как только этим шавкам дадут, как говорится, сигнал, гав-гав, то они и на Грудинина гавкать пойдут сейчас, понимаете? Не пишут, потому что хозяин не приказал пока писать. Приберегают. Они, как говорится, к юбилею очередной травли охоты на Грудинина, которую они развернули конкретно 4 января 2018 года, после того, как Путин узнал о том, что выдвигаться от КПРФ будет не Зюганов, а Грудинин не от Кириенко, а от Володина. После этого у Грудинина начались серьезные большие проблемы. Они у него были и до этого, конечно, но тут у него, как говорится, охота на него была открыта. Поэтому вот почему не пишут. Вот это все происходит. А вместе с тем, да, какую-то хрень, какие-то беженцы в Белоруссии, понимаете, Польша не жалеет беженцев Белоруссии. А вы жалеете беженцев Белоруссии, привозя их туда целыми самолетами транзитными. Белавия через Баку летает, и с Баку огромные самолеты Белавия заполнялись иракскими транзитными беженцами. Самолеты летели из Багдара, садились в Баку, везли в Белоруссию. Зачем? Это что такое? Это что за чартеры такие? В связи с Белоруссией вообще возникает вопрос, а мы можем, вот мы, россияне, можем так же просто поехать и тупо пересечь белорусско-польскую границу, чтобы побывать в Варшаве, там где-то еще. Да, у нас нет Файзеров, у нас нету Джонсонов, с нашими спутниками мы нахрен там никому не нужны в этой Польше и в Европейском Союзе. Мы можем, за нас, если вот там будет толпа жителей Владимирской области, или Рязанской области, или еще какие-нибудь областей России, на границе с Польшей так же толпиться в палатках, так же Лукашенко будет требовать от поляков, чтобы пропустили. А какое количество белорусов хочет точно так же поехать в Польшу? Александр Григорьевич, их так же будете требовать? Они, вот они настоящие беженцы, из Белоруссии могут быть. Их поляки, кстати, готовы пустить, а вы готовы им, как говорится, предоставить коридоры, или вы только иракским курдам, специально привезенным в Белоруссию, коридоры будете предоставлять? Поэтому, друзья, мы погружаемся в такую хрень, из которой выбраться уже исторически, я думаю, будет никак невозможно. Власть-то очень довольна, себя чувствует. У власти все отлично. Власть, как говорится, решает свои проблемы на, если не на 5 с плюсом, то на 4 с плюсом. Политические партии превращены просто в клоунов и каких-то цирковых шутов гороховых, парламентские, я имею в виду, политические партии. Да, есть там достойные отдельные люди, там Анжелика Глазкова, Михаил Делягин, кто-то еще. Но вот тут, допустим, я очень хорошо знаю Александра Ющенко из фракции КПРФ. Вот, смотрите, он у нас представляет крупнейшую оппозиционную партию. Оппозиционную партию, и, значит, там все хорошо, оппозиция, коммунисты, КПРФ. Ну вот посмотрим, допустим, за какие законы. Лично Ющенко, Александр Ющенко, пресс-секретарь КПРФ, был соавтором в том моменте, когда он был, значит, депутатом Государственной Думы. Об обязательной переустановке российского программного обеспечения на мобильники и компьютеры. Об ответственности за отсутствие такой перестановки. И требование обосновать закупку иностранного программного оборудования про замещение государственных муниципальных контрактов. Ну, вроде как-то более-менее ничего, да? Но нормально. Но все равно это уже первый шаг к цензуре и к репрессиям в интернете. Ющенко был соавтором закона об ответственности Ютуба, Твиттера и Фейсбука и других ресурсов за цензуру в отношении российских государственных СМИ. То есть, коммунист-оппозиционер защищает те самые СМИ, которые мочат коммунистическую партию так, что от нее только пух и перья летят. Но вот их нельзя, как говорится, блокировать. Понимаете? Ющенко за Соловьева оказывается. Ющенко оказывается за Симонян. Ющенко оказывается за все вот эти вот кремлевские СМИ, которые они так Зюганов так грозно поливают. Об ответственности за поисковых систем, за выдачу в поиске заблокированных властями страны сайтов. Но это просто цензурный законопроект. Там, Саша, ты же автор просто цензуры. То есть, поисковая система, выдавая, допустим, какой-то сайт Навального или еще кого-то, заблокированные какие-то там, или, ну, запрещенные там, мы их, конечно, не смотрим, она должна нести по мнению коммуниста Ющенко за это ответственность. А если завтра запретят, допустим, какие-то левые ресурсы, бородьбу там, или, допустим, сайт КПРФ.ру, или еще чего-то, бывало и такое, что запрещали, тоже ответственность. О запрете на продажу сим-карт без идентификации абонента и ответственности за представление неверных сведений об абонентах. О записи и систематизации накопления, хранения, уточнения, извлечения персональных данных граждан РФ в базах данных на территории РФ и блокировки нарушителей этого требования. О требовании, чтобы СМИ уведомляли власти о получении бутчества и денежных средств от иностранных государств, международных организаций, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства. То есть, иноагенты придуманы коммунистами, чтобы у вас не было иллюзий. Иноагенты придуманы коммунистами. Коммунист пресс-секретарь КПРФ был одним из авторов закона об иноагентах. Об ограничении на распространение информации в отношении агрегаторов с более чем 1 миллион пользователей в сутки. Понимаете, да? То есть, блокада, полная блокада. О требовании идентифицировать пользователей мессенджеров не распространять запрещенные информации о возможной блокировании доступа к мессенджерам. О запрете технологий и программ для обхода блокировок страниц и сайтов. То есть, VPN, коммунисты, хотя интересно, коммунисты у нас, правда, такие оппозиционеры. Обнесудебные блокировки сайтов, которые распространяют материалы нежелательных организаций. Тут, Александр тоже у нас был одним из соавторов. И выясняется, что и мемориал, он считает, что правильно закрывает. Это, очевидно, позиция КПРФ по закрытию мемориала. Смотрите. Давайте еще раз послушаем. В том числе и с западными заключается основная претензия к мемориалу. Ой, извините. О чем заключается основная претензия к мемориалу? Ну, основная претензия заключается в ее политической деятельности, в ее однопокой окраске этой политической деятельности. Мемориал в основном высказывал взгляды собственно либерального направленности, который активно поддерживается в том числе и западной политикой. И как не исключение у меня нет этих данных. Наверное, есть данные у Мельюста. Наверное, было найдено определенное иностранное финансирование, которое являлось принципиальным. Вы поняли? Тут мне про Грудинина пишут, а вы Ющенко поспрашивайте про Грудинина, который он бегает защищать его, одновременно с Дмитрием Саблиным взаимодействует по бизнесу. Поэтому, друзья, вам все ясно? Оппозиция. Оппозиция это вы, если вы решаетесь не участвовать в делах этой тьмы и не сотрудничать с этой ложью, не поддаваться на эти провокации, про Моргенштернов, про все остальное, если вы открываете глаза на то, что... Меня спрашивает Максим Ильич, где и как функционирует РПСС, куда можно обратиться. РПСС функционирует в согласии с нормами Минюста на те деньги, которые мы сами тратим на себя. Каждый член РПСС фактически активный, функционирует сам на собственные ресурсы какие-то. Мы не получаем никаких государственных средств, у нас нет никаких спонсоров государственных, понимаете? Нет никаких частных спонсоров из частных компаний. РПСС функционирует так же примерно, как функционировали социал-демократы до революции, до 17-го года. Она функционирует в интеллектуальном пространстве, в свободном пространстве. Она функционирует в актах вашей воли, если вы хотите бороться за свободу и справедливость. Она функционирует в тех коммуникациях, которые я лично провожу с теми членами активными РПСС, яркими людьми, которые мне интересны и которые мне значимы по каким-либо вопросам. РПСС активно занимается национальным вопросом, РПСС активно занимается федерализмом, РПСС активно занимается политикой в ряде регионов, в том числе в тех регионах, где будут идти выборы. Мы рассматриваем возможность участия в политических процессах в этих регионах, но только одно мы делать не будем точно. мы не будем изображать из себя клоунов и мы не будем изображать из себя петрушек оппозиционных, которые на самом деле являются частью власти и являются просто сторонниками репрессивных законов, которые постыдны и позорны. Выступать сегодня против мемориала Александра Ющенко это позор, это позор для ввиняемого человека. Дело не в сталинских преступлениях или в отсутствии сталинских преступлений. Дело в том, что мемориал и стыдно не знать это человеку, депутату, занимается юридической поддержкой, юридической поддержкой гонимых. Ющенко депутат от Башкирии. В Башкирии осуществляется массовая репрессия инакомыслящих. Айрадель Мухаммедов, другие понимаете активисты башкирского национального движения, брошены в тюрьмы по подложным обвинениям. Их защищает мемориал, в частности, помогал им мемориал защищаться. Может поэтому Ющенко против мемориала и требует его защиты. Потому что, честно говоря, исторические исследования мемориала мало кто читал. Это надо их еще найти, поискать, не полениться. А вот юридически, чтобы вы знали, одним из соавторов иска о закрытии мемориала является ФСБ по Ингушетии. Маленькая Ингушетия требует закрытия ФСБ огромного мемориала. Потому что мемориал защищал на Кавказе, я это видел своими глазами, всегда защищали тех, против кого спецслужбы, ФСБ иногда правильно, иногда неправильно инициировали уголовные дела. Почему? Вот вы меня спросите, как же так? Если правильно, почему надо защищать? Такова основа юриспруденции. Если сегодня вы не будете защищать тех, кто даже совершил преступление, и следить за тем, чтобы в отношении них соблюдалась процедура оперативной разыскной деятельности, следственной работы, прокурорского надзора, его правда нету, но формально чисто судебное действие, то завтра это будет в отношении невиновных, которые вам тоже будут рассказывать, что это страшные террористы, вы поверите в это, а потом это будет в отношении вас. Так и раскручивается маховик репрессий. Поэтому сегодня если позиция Ющенко это официальная позиция КПРФ по то, что мемориал сам виноват и надо его запретить, то для меня конечно абсолютно ясно, что мне абсолютно не по пути с такой политической партией никакого союза быть не может, потому что это абсолютно недопустимый момент и не верьте, что вам будут говорить, что это либералы, либералы, а Ленин потому что не был либералом что ли, за свободу, Ленин выступал за свободу студентов, Ленин выступал за свободу национальных меньшинств, Ленин выступал за свободу профессиональных союзов и так далее, ничего этого нету, то есть фактически устами Ющенко КПРФ солидаризируется с Единой Россией самыми гнусными, самыми черными аспектами режима ныне существующего, поэтому ребята как говорится до свидания, как пел Нагана, который не пропагандирует наркотики, как нам рассказала Елена Дропека и правильно делает, у Нагана даже такая песня есть «Я не люблю наркотики», там есть такой припевт, «Я не люблю наркотики», поет Нагана, это наркотики любят меня, а так вот он пел там «Брошу лютку, грохну лютку, пойду до Полины», под ногами пух до Полины, поэтому до свидания, как говорится, боритесь за вашу суверенную коммунистическую, единоросскую, я не знаю, там империю в вашей государственной думе до пупени, сколько хотите, но за мемориал, конечно, надо бороться, бороться, я понимаю, бессмысленно, потому что, если тут уже, как говорится, стая наметила кого-то себе в добычу, на растерзание, то практически остановить их невозможно, однако, конечно, надежда, что когда они будут встречаться, с Солнцеликим, он там проявит милосердие, как же так, мемориал скажет, я тут к Солженицыной хожу, я тут, понимаете ли, бываю там в фонде Солженицына, Иван Ильина, читаю, тут мемориал запрещают, ай-яй-яй, нет, нельзя, 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 и вдруг они запретят мемориал, или наоборот, исторически не запретят, а юридически запретят, я думаю, вот так они хотят еще вывернуться, потому что для них главное, это не исторический мемориал, исторический мемориал вообще никого не волнует, никого не интересуют никакие проблемы истории, поверьте, в этой стране, в которой нет истории, которые историю выдумывают за деньги, специально наняты политтехнологи, которые левой рукой пишут историю, а правой рукой какие-нибудь снимают фильмы идиотские, вот я тут узнал с удивлением, с интересом, что оказывается в список запрещенных книг попала книга, и стало быть, фильм, значит, женщина в Берлине, анонима, фильм достаточно жуткий, советский, значит, он российско-германский, ну, он про падение Берлина, апрель-май 45-го года, там на фоне боев в Берлине, немецкие женщины подвергаются насилию, солдат, стороны солдат советских, естественно, и возникает роман между, значит, главной героиней, немкой, это очень образованная, культурная, значит, немка, из высших слоев немецкого общества, нацистского, знающий русский язык, и советским офицером, советские офицеры играют, ну, прекрасный актер, вообще там очень хорошие актеры играют, вот это, оказывается, теперь запрещено, и фильм запрещен, и книга запрещена, какое они право имеют нам вообще что-то запрещать, эти люди, что они знают про историю, что они читали про историю, как вы относитесь к независимой ассоциации врачей России, спрашиваю, Игорь Петров, Игорь, честно скажу, никак не отношусь, я врачами предпочитаю иметь дело с зависимыми врачами, которые отвечают за свои диагнозы и за свои действия, а независимым врачам я, честно говоря, очень с опасением отношусь вообще, это блондинка та, которая отрекается сейчас от Навального везде, публично, где только можно, ну, я отношусь к тем, кто отрекается от своих коллег в прошлом, ну, так, скажем так, с сомнением, под давлением чего-то, не аргументируя, ну, тем более от сидящих в тюрьме, ну, наверное, ей предложили какие-то финансирования из Кремля, поэтому я думаю, что, да никак я к ним не отношусь, я не знаю, что, как я должен к ним относиться, агрессия так и прет, товарищ Максим, пишет мне, ну, почему агрессия, я просто разговариваю с вами, фильм называется «Женщины в Берлине», анонима, Ольга Старченкова, фильм отличный, там играют немецкие актеры первой величины и российские актеры первой величины, этот фильм теперь, эта книга, стало быть, и фильм находится в списках запрещенных материалов, это, значит, анонима, вот давайте посмотрим, анонима, значит, «Женщины в Берлине», сейчас, подождите, вот я в гугле пишу, «Одна женщина в Берлине», анонима, безымянная, «Одна женщина в Берлине», немецкий художественный фильм 2008 года, Евгений Сидихин, Нина Хос, такие мощные актеры, понимаете, режиссер Макс, Ферберберг, Катарина Шухман, и да, Сидихин там играет гениальную роль, и Нина Хос, это одна из вообще лучших немецких актеров, вот это вот, пожалуйста, вот это вот запрещено, они внесли эту книгу в список запрещенных книг, может это правда, нас тут уверялись, пеной урт, а никаких изнасилований не было, мне непонятно, как в ожесточенном городе, куда входят люди, изможденные войной, где оказывается, мирное население, может не быть таких эксцессов, понятно, что было, понятно, что это был не приказ, понятно, что это были просто изувеченные войной души и судьбы людей, и понятно, что армия во время таких страшных событий крыша у людей просто едет, насилие входит в плоти кровь, и человек становится просто мишенью и просто объектом, но какое они право имеют нам что-либо запрещать, друзья, какое право они имеют нам что-либо запрещать, кто они такие, эти мизулины, эти дропейки, эти бастрыкины, чтобы учить нас, что нам читать, что нам слушать, как нам понимать то, что мы читаем и то, что мы слушаем, какое право они имеют нам и нашим детям, тем, кто будет после нас, что-либо такое указывать, Ленина нету, Ленина они уже, значит, мы не читаем, философия только для избранных, какую-то хрень просто нам гонят и гонят и гонят и гонят в мозги, теперь про прививки, был я тут в Азербайджане, в Азербайджане можно прививаться абсолютно любой прививкой, хотите спутником, хотите файзером, хотите джонсоном, хотите ковелаком, хотите сеноваком, Азербайджан признает любую прививку. Разговариваю я с крестьянами в Азербайджане, с крестьянами, которые говорят, да, мы прививаемся с Файзером. Там вообще нет никакого ажиотажа на эту тему. Там нет никакого такой паники, там никто никого не заставляет. Там есть достаточные ограничения, как говорится, но я не видел никогда, чтобы эти ограничения кому-то жестко применялись. Потому что все друга знают, все, в принципе, дружелюбно настроены друг к другу. Я разговариваю с людьми, с простыми какими-то пастухами. Вас заставляют прививаться? Нет, мы сами в Файзера две прививки, сейчас буду бустер себе делать. А почему в Файзер? Ну, в Файзер, потому что можно ездить по всему миру. Потому что в Файзер ты привился в Азербайджане, и ты можешь в Париж, можешь в Берлин, можешь в Лондон, можешь в Сингапур, можешь в Нью-Йорк. Везде, Файзер везде принимают. А спутник? А спутник, наверное, тоже хороший, но не везде, к сожалению, принимают спутник. У меня вопрос. Почему, если в Азербайджане нет никакого болезненного ажиотажа на эту тему, есть нормальное совершенно предложение всех вакцин, почему в России только спутник и только российские вакцины? Это что за издевательство над нами такое? Это говорит о том, что не о нас забота идет. Вот азербайджанские граждане почему-то могут, привившись любой вакциной, какую они сочтут возможным, Файзером, например, ездить? Нет, пожалуйста. А вы говорите, пастухи в Париж шел хорошо. В Стамбул. В Стамбул то же самое, понимаете? Куда угодно. Потом эти пастухи, вы думаете, как устроено нормальное современное государство? У него может быть отец, дедушка пастух, а сын учится, между прочим, в университете, знает четыре языка. Я знаю таких азербайджанцев, понимаете? Которые дедушка занимается сельским хозяйством, внук занимается современным искусствоведением или современным банковским делом, аспектами банковского дела или современным, не знаю, генетическими, биологическими технологиями. Поэтому открытый мир, открытая страна. Почему нас в России загоняют в какую-то ловушку? Мы должны просто работать на тех, кто производит эти наши спутники. Будь это там фонд прямых инвестиций, или как он там называется. Или будь это Голикова, мадам Арбидол, как ее называют. У нас есть подозрение, что у нас, просто в нашей стране, речь вообще не идет о том, чтобы нам сделать хорошо. Речь идет о том, чтобы на нас заработали. Кто-то положил огромные бабки, огромные бабки в карман на том, чтобы на нас заработать. Говорят, что те два турка, которые для Файзера сделали эту вакцину, они заработали за год порядка 7,5 миллиардов долларов. Да, эти, конечно, приносят огромные доходы. Огромные доходы. Я не знаю, нужны эти вакцины, не нужны эти вакцины. Может, они не нужны. Я не врач, я это не обсуждаю вообще. Я врачам доверяю. Как вы относитесь к независимым врачам? Никак. Я отношусь, всегда стараюсь слушать зависимых врачей. Врачей это установка моего мозга. Я просто слушаю врачей. Я не слушаю ни тех, кто пересказывает мне врачей. Я стараюсь не слушать тех, кто мне говорит, я читал про одного врача или вот там еще чего-то. Я просто стараюсь слушать людей, которые учились тому, чему не учился я. Которые изучали гистологию, которые изучали анатомию, физиологию человека, вирусологию. Я этого ничего не изучал. Я вот то, что я изучал в жизни, историю, философию, математику, я могу по этому поводу что-то там консультировать, политологию. Я не изучал человеческое тело. Поэтому они для меня являются авторитетом. Я их слушаю. Поэтому, друзья, я просто потрясен, честно скажу. Просто прививайтесь, чем хотите там, вам говорят. А здесь вы должны сидеть и ждать, когда вам милостиво разрешит великий, могучий и ужасный Гудвин, говорится, снять все ваши зеленые очки, на которые на вас одеты. Помните, как в этой сказке жителям, всем, кто входил в город, было предписано одевать зеленые очки, чтобы они видели изумрудный город и видели его чудеса. Так же и вы, друзья, так живете. Евгений, Максим, вы смотрели ли фильм «Бункер» про последние дни Третьего рейха? Да, смотрел, гениальный фильм. Дважды его смотрел, просто великолепный фильм. Там, а ты мне секретарше Гитлера, идет такой разговор. Отлично. Я не хочу никакой вакцины, пишет лиц. Александр Александрович, пожалуйста, не надо. Это ваше полное право. Полное ваше право не хотеть никакой вакцины. Но скоро они такой мир... Так, вот тут какая-то сволочь меня называет Максимкой. Я сразу эту мразь беру и блокирую за такое хамство. Сами себя называйте так. Скрывающиеся за псевдонимами какие-то негодяи. Вот. Поэтому вы... Пожалуйста, это ваше дело. Но я к этому отношусь чисто прагматически. Не как способ защититься от болезни. А мне надо ездить, мне надо разговаривать с людьми, мне надо вести какую-то жизнь. И меня, моя власть, лишает этой возможности. Она лишает меня возможности бывать в тех местах, где происходит история, где происходят какие-то важные вещи. Они хотят меня изолировать, посадить за такой QR-занавес. И главное, это с помощью вранья делается. Поэтому я тоже не хочу ничего, никакой вакцины. Но я хочу иметь свободное перемещение по миру. В этом ограничение моих гражданских прав. Но если мне врач говорит, что вакцину колоть надо, то я послушаю врача. Я не буду слушать ни Олега Газманова, ни Андрея Макаревича, ни прочих разных негодяев, на мой взгляд, которые угрожают людям, называют людей баранами и говорят, что не надо никого. Которых просто за бабки пропагандируют вакцинацию. За бабки. Какого хрена эти актеришки, эти певцы-прыгуны по сцене что-то нам рассказывают. Им просто забашляли. Сами они укололись наверняка какими-то западными вакцинами. Они тут всех заставляют, в этот спутник гонят. Это вранье. Абсолютно. Просто вранье. Поэтому я, как говорится, скажу откровенно. Я про вакцину только на врачей опираюсь. Говорят, врачи надо вакцинироваться. Я буду вакцинироваться. Но в этом вопросе я говорю так. Так, сделайте, введите в Россию свободный рынок вакцин. Чтобы мы могли вакцинироваться Пфайзером. Чтобы мы могли вакцинироваться Джонсоном. Чтобы мы могли вакцинироваться Спутником, если кто-то хочет ездить только в Сочи и в Крым. И перемещаться по всему миру. Я вас уверяю, что вся российская элита, их дети вакцинировались западными вакцинами. Я при первой же возможности вакцинируюсь западной вакциной. Так что, друзья, говорится, посмотрим еще, что и как. Darkside Forest. Максим, очень ждем вас в Екатеринбурге на дискуссии о прекрасной России будущего. Уже сделали анонс на Рабкоре. Буду обязательно. Значит, это будет 10-11 в Екатеринбурге. Я выступаю. Держитесь за стулья. В Ельцин-центре меня пригласили на дискуссию о какой будет Россия. Какой должна будет Россия. Обязательно буду там выступать. Это не связано с моим отношением к Борису Николаевичу Ельцину и к другим политическим деятелям. Площада, где сегодня можно говорить, где дают возможность свободно дискутировать, немного осталась в России. Поэтому, если в Екатеринбурге есть такая площадка, то я, естественно, буду использовать этот момент. Поэтому приходите, Екатеринбургсы, будет свободный разговор. Это я вам обещаю просто-напросто. Максим, прокомментируйте факт приписок народа на прошедшей переписи. Ну, а что гезанс, си, что комментировать? Вранье. Мы имеем дело с жуликами и ворами, которые не работают с реальной страной. Вот опять-таки не могу. Я вот вернулся из Азербайджана. Был несколько дней в Азербайджане. Слушайте, я еду в Алинкаранский район, на юг Азербайджана, в горы. Я выхожу там на балкон, просто полные поля скота, богатые деревни, наполненные людьми, вокруг которых пасутся десятки или сотни коров, овец, стаи гур, гуси, утки, лошади пасутся. Понимаете, там сады, живет народ, связанный с землей. Государства его поддерживают. Очень легко, как мне сказали люди, завести свое дело на земле. Тебе дают всякие льготные кредиты, лишь бы ты работал. Поддерживают любой труд. А в России наша мертвая, разоренная, уничтоженная русская земля. Нам говорят, власть там, они тратят триллионы на пиар о том, что мы русские, русские за русских. Русская земля, коренные русские области опустошены. Там нету ничего, вы корову будете ехать, десятки верст, не увидите корову. В Азербайджане вы расталкиваете по скоростному шоссе, едете в Ленкаранском районе. Коровы нагло выходят просто на скоростное шоссе, новопостроенное. Великолепное, просто совершенно шоссе, ведущее от Баку туда до Астары, до иранской границы практически. Понимаете? И просто там какие-то толпы, какие-то орды скота. И в общем очень-таки довольно, какие-то сады мандариновые. И все это людей, все это частные. Все это не какие-то олигархи там, понимаете, ордена получают за то, что там вот, сейчас мы высадим миллион мандариновых садов. Нет, это люди высаживают сами чай. Я был на чайной плантации. Человеческим трудом все делается. Поддержка оказывается государственная. Это гордость там, эти люди их все знают, уважают. Это местные люди. Их дети работают, их племянники, их семьи там работают. Люди чувствуют себя хозяевами на своей земле. А мы чувствуем себя хозяевами на своей земле. Нам все время ездят по мозгам. Вы местные, вы русские. Вы местные, вы русские. Вы местные, вы русские. Слушайте, наша земля уже не наша. Я вам говорю об этом в каждом эфире. Ваша земля, когда-то была вашей, русской, в Подмосковье, в соседних регионах, она давно уже кому-то принадлежит. Вас специально согнали с этой земли, русские, чтобы взять эту землю в частную собственность под каким-нибудь крупным олигархическим структуром. Миллионы гектаров они наверняка уже владеют, понимаете. Вы поинтересуйтесь, кому принадлежат ваш лес, ваши поля, где жили ваши бабушки, ваши отцы, ваши берегорек. Кому они принадлежат? Кто является собственником всего этого? Поэтому, друзья, с вами и, вам и запускают Моргенштерна и Рашкина с Кабаном постоянно. Ты людей слушать не умеешь, Алексей Кулешов. Да, ну извините, Алексей, буду учиться. Максим, здравствуйте, где купить такую толстовку? Нигде ее не купишь, Руслан Халелов, она индивидуальна. Там нет чернозема, тут мне пишут, Азербайджан, Виктор Талалихин. Максим, почему я ни разу не слышал про обязанности, а все кричат надрывно о правах? Вакцинация это обязанность разумного человека перед обществом. Я так считаю, Виктор, потому что так врачи говорят. Мне так говорят врачи. Не потому что мне говорят так Путин, или мне говорят так певцы и певички какие-то, которых там Ксения Собчак. Плевал я на то, что они мне говорят. Не потому что Леонтьев мне это говорит. Эти люди для меня никто в сфере вакцинации. Они могут оскорблять меня, мой народ, людей, которые не хотят, не верят власти, называть их баранами, идиотами. Эти люди для меня ноль в этом вопросе. Вот в вопросе, там, не знаю, возможно, нефтяных каких-то трейдеров, Миша Леонтьев, пресс-секретарь Роснефти, для меня, там, может быть, корифей. А в вопросе вакцинации он для меня ноль, причем ноль хамоватый. Точно так же, как Макаревич, там неплохие песни, но когда Макаревич там угрожает людям, что надо запретить в метрозе, тем, кто не хочет вакцинации. Но вот врачи говорят, что да, вакцинирование это спасение от болезни коллективных. Я врачам верю. Зависимым, независимым, я имею дело только с зависимыми врачами. Вот и все. А у нас есть своя земля, спросил Владимир Плотников? Нет, Вадим, отняли у нас землю, у нас нет земли. Русский народ это самый обездоленный, самый лишенный родины народ на земле. Русский народ это единственный народ, который перевели в виртуальный формат. Они умудрились нас перевести в некий формат, вроде как мы есть. Там, да, Россия, Россия. Какой-нибудь дзюба там сидит, наяривает, понимаете. А потом забивает голы или не забивает голы. Россия, Россия. На самом деле нас нету. Мы никак не связаны с нашей землей. У нас нет местного самоуправления. У нас нету предприятий, которые бы кормили наши семьи. Кормили бы наши роды, понимаете. Кормили бы, ну, обеспечивали бы человеку какое-то нормальное, достойное существование. Мы полностью зависим от этих монстров, которые скупили наш воздух, наш лес, нашу воду, наши предприятия, наши города, которые дают нам деньги в долг. Это Ленин вам вернул это все. Понимаете, в чем дело? Поэтому, вот Вадим Блотник, у меня есть 50 соток, но нет воды. А без воды ни воды, ни газа у вас нету, Вадим. Из электричества вы платите огромные деньги. Но даже если вы там что-то произведете, Вадим Плотников, на ваших 50 соток, то вам еще это не разрешат продавать. Как они не разрешили кур на садовых участках разводить. Поэтому Виктор Владимирович правильно пишет. QR русские. Точное совершенно определение. Абсолютно. Максим, вопрос, что скажете насчет Рахмонов. Я тиранов среднеазиатских не очень, как говорится, стараюсь не иметь дело. Но тирания, это специально насаждается на постсоветском пространстве. Тирания, которая просто позволяет западным разного рода трансноциальным структурам с помощью этих тиранических режимов, авторитарных, предельно авторитарных режимов, эксплуатировать полезные ископаемые. В каких-то государствах есть авторитарные, вот допустим в Азербайджане власть авторитарная. Ну, во-первых, эта власть, она занимается национальным развитием своего народа, освободила оккупированные территории. Я ездил в Шушу и из Баку, знаете, дорога, потрясающая дорога, через территорию, на которой год назад шла война, построена великолепная дорога. Построен аэропорт новой Физули. Я уверен, что года не пройдет, до полугода, уже весной следующий, в Шуше, где пока еще в основном развалины, будут стоять восстановленные исторические дома и будут стоять новые дома. Уверен. Потому что есть единая консолидация. Я вижу там, да, вроде как это не западная демократия, не Швейцария, но свой оригинальный путь, оригинальный путь такого национальной консолидации, национального самосознания, национального развития, экономического, человеческого, какого-то еще. А в других частях Советского Союза бывшего откровенные тирании, всякое свободное слово, свободную мысль подавляют и душат. Но виртуальное тираническое пространство существует в России, где нас всех изображают каким-то имперским государством, имперским народом, а по сути мы ничем не являемся. Мы являемся просто постепенно удаляющейся в некую такую интернет-туманность бывшей страной, в которой когда-то вольно дышал человек. Очень плохо работает. Да и вопрос нет, Ольга Пономарева. Вы пишете, очень плохо работает здравоохранение. Здравоохранение просто не существует. Поэтому, Виктор Толалихин, ваш вопрос про вакцину. Да, я считаю, что коллективная борьба с болезнью, помогать другим людям вакцинироваться самому, это общественная обязанность человека. Но общества-то нету. Здравоохранения нет, нас обманывают. Да вот два года прошло с начала эпидемии, они ничего не сделали толкового. Они просто делают то, что дают картинку. То, что можно показать потом по Первому каналу, там, по Раша Тудей или еще где-то. И ничего такого не дает. Когда вольно дышали у нас, Максим, что за сказки? Слушайте, вольный человек дышит сам по себе. А Александровы? Французы вон тоже недовольны французской властью. И итальянцы недовольны итальянской властью. Голландцы и те восстают. Голландцы. Самая либеральная страна на земле. Понимаете? Мизулина с Дропека, наверное, с ума сошли бы там в Амстердаме. Но они там бывали, ездили, наверное, туда отдыхать, там, неоднократно, я так думал. Дети, дочка Мизулиной, по-моему, там училась, жила там в Лондоне, в Амстердаме, там, в общем, в этих местах. Очень хорошо это все знают. Там тоже люди говорят, у нас мало свободы. Поэтому свобода, она же не только в государственных, как бы, законах. Свобода, она в частности в том и в готовности людей отстаивать свою позицию личную, человеческую, гражданскую позицию. Я считаю, что нету идеального государственного устройства. Нету. Все равно все сходится к человеческим отношениям между правящими элитами и тем, кто находится, к тем, кто производит основной капитал, как бы, основной продукт, как говорил, значит, Александр Сергеевич Пушкин и Евгений Онегин. Возникают системы контроля. Универсальных, идеальных схем нет. В Риме, я вам говорю, 250-300 тысяч человек вышли на площади Рима, требуя свободы. В Риме, в Италии, где свободы такие, какие, понимаете, в России. Если бы вам дали такие свободы, выборы дали просто, понимаете, не веря, что это с вами происходит. Максим, ты пойдешь в метавселенную Фейсбука? Я не пойду ни в какую метавселенную. Я здесь живу и здесь умру. Буду ли я использовать метавселенную Фейсбука как инструмент политической борьбы? Безусловно, буду. Абсолютно буду это делать. Про Казахстан тоже прокомментируйте. А что Кеннез добыл про Казахстан прокомментировать? Скажите, Казахстан идет тоже своим национальным путем развития. Планирую поехать в Казахстан в начале года, в январе-феврале. И посетить родные для меня и прекрасные места. Там в Алма-Ате, могилу Гейдара Джемаля. Встретиться там с разными людьми, которых я люблю и знаю в Казахстане, с которыми мне интересно. Там казахи, русские, которые там живут, азербайджанцы, понимаете, евреи, другие разные люди. И Казахстан строит свое национальное государство. Это сильные, вообще тюркские государства, это тюркские этнические общества дают очень интересный такой эффект. Гейдар Джемаль отмечал это, говорит, что родовая и семейная основа тюркских обществ, азербайджанского, казахского, татарского, не всех. В Туркменистане, видите, тирания абсолютно подавила людей. А в Узбекистан там смешение, тюрка таджикская очень сильная. Но вот тюрки, особенно казахи и азербайджанцы, да и татары, я думаю, которые показали такую силу и храбрость позиции, в частности проголосовав против закона Клишса Крашенинникова. Это связь с землей, это связь с Тухумом, связь с родом, это связь с местом, откуда ты происходишь. Ты можешь учиться в Кембридже, можешь учиться в Гарварде, закончить Беркли, но ты как-то таким странным образом сдаешься связанным со своей землей, со своей родиной. У тюрок есть очень серьезный потенциал и возможность формирования национального субстрата, национального политического субъекта, национального государства. Я думаю, что они это реализуют, опираясь именно на сочетание современных политических технологий, на сочетание современных антикоррупционных технологий, потому что всякие семейные отношения всегда чреваты коррупционными, к сожалению, моментами, формируя свою уникальную вселенную и строя свои государства. Поэтому я вообще считаю, что Казахстан и Азербайджан, это будут такие особые, это Тагид Арджемаль считал тоже, кстати, особые такие пространства на постсоветской территории. Еще в силу того, что у тюркских народов развито, ментально просто у кочевников всегда был развит интерес к тому, как устроен мир. Вот, допустим, еще Чингисхан призывал ученых со всего мира в Каракарум привозил, и поражались тогда современники, что монголы очень, значит, интересовались науками, самыми философией и так далее. И кипчаки так было с кипчаками, с тюрками. Поэтому я думаю, что вообще будут процессы на постсоветском пространстве, будут интересы и неинтересно происходить. Я, например, считаю, что мысль Гейдара о том, что конфликт между опорой для евразийского все равно будет тюркский фактор. И тюркско-русский союз является очень важным и ключевым союзом для борьбы против неизбежной экспансии Запада через создаваемую Западом агентуру в лице так называемого государственного менеджмента. И Российская империя всегда была агентом Запада на этой территории. Всегда. Российская империя всегда была вариантом Ост-Индийской кампании, которую брендировали Россией, и задача которой было угнетать и порабощать народы Евразии, русский народ в первую очередь, другие народы, татарский, казахский, народы Кавказа, в интересах английского, британского капитала или французского капитала или германского капитала. Мало что изменилось. Мы живем, конечно, в более свободном мире. Главная проблема, которую власть получила за эти столетия, то, что мы являемся своими потомками, я, по крайней мере, никаких там не дворян, а крестьян. Мы получили образование, способность читать, формулировать. Это, конечно, с точки зрения власти наша очень дурная черта, потому что гораздо лучше, если бы мы оставались таким народом-богоносцем конца XIX века русским, сиволапым, читающим по слогам, посылающим такого Филиппка там в сельскую школу какую-нибудь толстовскую, и в целом ничего не понимающим того, что с ним происходит, считающим, что Илья Пророк на небе, значит, там гремит в своей колеснице, поэтому гром гремит, а земля плоская. Виктор Тололихин, Максим, интересно вам беседа с Игорем Растеряевым? Он своими песнями вынимает душу сильнейшие образы и темы. Хотелось бы послушать мне... Да, друзья, скоро я студию восстановлю и буду приглашать на интервью людей, поэтому Игорь Растеряев, давайте запишем это. Какие у вас вопросы к Достоевскому? Он наблюдатель у меня спрашивает. Вы знаете, я написал к 200-летию Достоевского такое небольшое стихотворение, оно достаточно большое, но, в общем, как бы не поэма, а такой косыда, наверное, такой. Я, наверное, его прочитаю сегодня там вам в конце. Поэтому вот там про вопросы к Достоевскому много чего есть. Вот Дима Быков написал, и параллельно, я просто не знаю, что он пишет, тоже меня как бы вдохновило, и я тоже писал. Он его опубликал в новой газете, а я, если сейчас вот время будет, прочитаю здесь в эфире. Там про вопросы к Достоевскому вы все увидите. Мифы зимы. Мифы зимы, друзья, они такие будут. Это будет годовщина ареста и суда над Навальным, возвращение его. Помните, год назад все было? Они очень хотят, чтобы вы забыли все это. Чтобы вы забыли, как в России уничтожается свобода, как в России уничтожается политическая конкуренция. Они хотят вам подбрасывать Рашкиных, Моргенштернов и всю эту хрень для того, чтобы... Да, вы не обсуждали правильно Эндрю Андерс сфабрикованные уголовные дела против ингушей, которые якобы насиловали силовиков. Некоторым за 70. Да, они хотят дать старикам, женщине, людям, которые уже сидят два года, по 9 лет, за то, что они протестовали против того, что без их ведома была уточнена, проведена граница между Чечнёй и Ингушетией. Граница, напомню, административная. Екатерина Великая Немка. Для меня она никакая не великая, а мерзительная. Она совершенно баба, убившая своего мужа. В общем, ну так она... Нет, она с точки зрения вообще, как европейская просто интеллектуалка, она была отличная. Она переписывалась с Вольтером, с Дидро Екатерина. В целом была просвещенная. Просто режим она создала в России ужасный. Это был режим как бы колониального владения русскими людьми, как рабами африканскими. И поэтому великая она для кого? Для таких же работорговцев, которые также относятся к людям, как и она, и ее придворные. Все эти Потемкины и Орловы, это, на мой взгляд, просто совершенно преступники в русской истории. Сколько, как они к людям относились. Ну так же, как, собственно, относились тогда либералы к каким-нибудь африканцам и индейцам, не считая их за людей. Собственно, индейцы в Америке такие же либералы перебили, понимаете, как Екатерина. Поэтому она для меня никакая не великая. Я вообще за то, чтобы памятники ее убрать в России. Ваша оценка дефолта расна на причастность к этому Чубайса. Ну просто деньги как бы обналичены. Деньги нужны на что-то другое. Чубайс фигура абсолютно неприкосновенная. Чубайс это коммуникатор с Западом, собственно говоря. Он, очевидно, организовывал такое лояльное отношение Байдена к Путину. И был переговорщиком, выводил как бы путинскую Россию из того тупика, который она оказалась в конце правления достаточно великого Трампа. Поэтому Чубайс фигура, Чубайс один из конструкторов всего этого виртуального QR-кошмара, QR-россии, в которой мы с вами живем. Мы живем в ненастоящей стране. Почитайте Пелевина тоже. Очень вдохновляющая книга «Постгуманизм». Просто супер она. Елизавета Петровна была лучше. Да она такая же была тоже. Они все были примерно похожи. Последний хороший царь был Иван Грозный. Такая моя оценка Роснана и Чубайса. Друзья, ну давайте заканчивайте ваш вопрос. Я вам обещал про Достоевского стих в конце. Давайте попробуем найти вот это вот. Достоевская называется. Олег Малорос. Мы в русском движении Украины видели силу России в историческом Славянно-Тюркском союзе. Олег, дорогой, сила России была в советской власти, в советском проекте. Это вот ваше заблуждение. Это разводка. Русское движение не может быть само по себе. Никакой силой. Оно становится зависимым от тех конструкций, которые стоят за ним. Если ты посмотришь на эти конструкции, и Сталин это прекрасно понимал, то эти конструкции, которые... Как только ты говоришь «русский мир», ты сразу должен видеть начальника, который говорит на французском, такого, понимаете, герцога Альденбургского, и который говорит «мы же сувелярюс, мы русские, какой восторг, господа, вперед, мужики, вперед на французов». Это борьба против свобод. Поэтому русско-славяно-тюркский мир, это идея... Только не славян, почему славяна? Большинство русских это финно-угры. Большинство украинцев это славяне. Поэтому надо... Но это не имеет значения. Человек тот, кем он себя считает в голове, а не тот, кем там ему генетический анализ показал. Итак, Достоевская. Читаю. День рождения, Федор Михайлович, Не важнее ведь дня окончания Процедуры бессонного бдения Над банальными века вещами Двести лет, та еще арифметика Тут рассудку, за что ухватиться бы Но живем мы по вашим сюжетикам Жизни вашими строим страницами Чем нахальнее, тем опрометчивей В этой жизни гостями незванными Мы подходим к задумчивым женщинам Чтобы вашими бредить романами А потом, захмелев на мгновение От того, что теперь все позволено Утыкаемся мордой в колени им И ломаем им руки до боли мы Из душевного дикого месива И тоски бытового насилия Выбираясь, мы спросим их весело Не об этом ли суки просили вы А в ответ, не желаете чаю ли Или может немножечко водочки И уходим в смущенном молчании Князя Мышкина милой походочкой Старцы, бесы и русские мальчики После встречи с Настасьей Филипповной Пост в живом оставляют журнальчики Что за это странное чувство Что влипли мы Искупить попытаясь обедними Монастырскими долгими требами То, что первые стали последними Хоть до этого были не первыми Психология это традиция Превращение юности, опыта В то, чем можешь как будто гордиться ты Про себя повторяя Вот жопа-то Вы же, Федор Михайлович, знаете Что поповский устав перелистывать И его отпечатывать в памяти Надо полными стать нигилистами Человека сводя к насекомому Величать его божьим наместником Потом умершвленным саркомою Новой бури прослыть буревестником Как же в баньке нам вечности хочется Пауков поменять на сакральное И духовным поэтам и творчеством Маскируем мы сцену финальную За которой идет оглавление Или попросту цифры тиражные С двухсотлетием начало падения В эту бездну вас души бумажные Вторая часть Нам открыто Исток революции Вовсе не выступление голода А в проверке Душе поддаются ли топорами пробитые головы В смысле будешь потом ты в надмирии Растекать воровскую походку Или сдашься рыдая порфирию Ментовскую купившись разводку Нет, конечно слезинка ребеночка Или мальчик замерзший у елочки Мотивирует слать похороночки Всем буржуем одетым с иголочки Мы не против Мы даже готовимся Вы сполна показали невольно нам Что химеры под масками совести Не страшны человеку подпольному Власть мечтает вас сделать опорую Возрождение Российской империи Да, вы правы Той самой, которую Погубили студенты с евреями И поляки И прочие всякие болтуны-хвостуны С либералами Ах, когда бы одни лишь поляки бы Мы бы справились силами малыми Ведь сумели втереться в доверие К мужику и растлить его начисто Но вдруг спелись жандармы с евреями И спасение империи начато Инквизитор наш был подполковником А Христос у него стал сотрудником Чуть блаженным, но все же толковеньким На дела посылаем им трудные Разъяснить обывателю нужное Там про пенсии и вакцинацию Мол, отбросим мирское, наружное Духом примем субординацию Богоданными скрепим скрижалями Укрепление власти политику Соловьев, Симоньян его жалуют В передаче зовут аналитиком Мы тут все не какие-то пешечки И мечты наши вовсе не девичьи Верховенский подался в АПшечку Все готовит Ивана Царевича Так что Федор Михайлович прожитые Двести лет как с листа Хоть и больно нам Мы ведь честно хотели хорошими Стать людьми А не просто подпольными Пока есть Достоевский У нас есть надежда Поэтому друзья Вот такое у меня родились Такие стихотворения Кому-то нравится Кому-то не нравится Что делать с пытками в России Наказывать палачей Наказывать тех Кто пытки организовывает Судить их Сажать Но не пытать А просто как говорит Сдержать в тюрьме Друзья До свидания Будем почаще с вами встречаться Я вернулся в эфир Буду каждый день стараться Записывать какие-то темы И скупать все эти пропуски Которые я был И в общем будем с вами беседовать До встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому